Согласитесь, когда мы читаем стихи известных поэтов прошлых столетий и даже наших современников, мы вновь и вновь перечитываем их, о чем бы они ни писали, насколько красочно и методично передает нам тему любви к женщине, матери, родине, а также любви к окружающему нас миру. Другими словами, поэт – это художник, который стремится изменить на бумаге те чувства, что правят его душой. Так что же такое поэзия? Я позволю себе процитировать Владимира Юденко. Поэзия – жанр литературы, сверкающая в своей основе стихотворные щедевры с идеальной образностью, достигнутая при гармоничном сочетании оригинальной формы и нового содержания с чувственной окраской. Сюда же Владимир Юденко относит как признаки поэтической речи рифма, ритм, образность, ясность, емкость, глубина, лаконичность, то есть приемы, построение и так далее. Но согласитесь, при наличии всех перечисленных правил стиросложений, не все они ласкают наш слух. О творчестве известного членского поэта Умара Денербековича Яричева можно говорить неустанно. Но вначале мне бы хотелось сказать лишь несколько слов о его биографии. Родился у Марья Яричева 22 июня 1941 года в селении Кулари Грозненского района Чечено-Ингульской АССР в семье рабочего. Рано приобщился к поэзии. Печатался в различных газетах Казахстана, будучи в депортации. Также печатался в газетах годы армейской службы. В 1979 году вышел первый поэтический сборник «Исток» на русском языке. Молодой поэт занял достойное место в приятии членских и ингульских поэтов. Недавно вышла в свет его новая книга «Тропа надежды», где публикуются его стихи и поэмы. Презентация книги состоялась в конце мая текущего года в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова в городе Грозн. Подготовил и ввел мероприятие известный в Чечне журналист и поэт Руслан Несуков. Друзья, коллеги, любители поэзии, Союз писателей Чеченской Республики и Национальная библиотека имени Абузара Айдамирова приветствует вас на презентации новой книги нашего замечательного поэта Умара Яричева. В республике, где уже не первый год прочно установилась мирная жизнь, сегодня трудно кого-то удивить выходом нового издания. Но, как вы знаете, книга книги «Рознь» произведения Яричева у нас всегда становились ярким событием культурной, литературной жизни республики. И я уверен, что эта новая книга «Тропа надежды» также станет нашим обретением, нашим расстоянием. Ну а сейчас, чтобы это место дальше не пустовало, почетное место, я приглашаю сюда нашего всеобщего любимца, старшего брата по Перу, народного поэта Чеченской Республики Умара Яричева. Я не желаю, чтобы меня пригласят. Своей стороны, хочу поблагодарить всех, кто отозвался на наше приглашение. несмотря на погоду, вы проявили свои симпатии к поэзии и к большому публику этого слова поэту Умару Яричеву. И сразу же могу предоставить возможность тебе, Умар, сказать первое слово приветствия нашим гостям и может быть о двух словах как вышла эта книга? Сколько души ты туда вложил, если это измеримо вообще? Это моя пятнадцатая скромная книга. Надеюсь, это не последняя книга. Яричев Союза писателей, лауреат в Государственном Премьере России в области литературы Канте и Варьёв. И прежде чем говорить о книге, о литературе и о поэзии, я хотел бы сказать два слова для наших молодых и для себя лично. Умару Яричеву кузлой притчу, кузлой ичуре лакви халвеллок, даючук, джинкстагвадь, а мы хара таган Петербурга, Каан Петербургска, Лаб Иркутска, Новосибирскаву, Свердловскаву, мы сэмэти вёкшу, кайкшу, хорвечка, схиечку, сила, сахар дуэр, такэчка, сахарчика. Сутиэнты, ваэлчи, цэдэ лаха, оку, нокчь, муэт, мэл хазбу, мэл лыкарбу, мэл ширбу, мэл дикбу, мэл мэршбу, мэл мэршбу, мэл дикбольsка, сэн, Мы работали в состоянии и великие действия на революции, и переворотов, и переломов истории России. Но вот так вот тонко, психологически тонко понять суть этой революции и описать это в поэзии ни один русский поэт и писатель не смог, как у Марьявича, уловил это поэзия. Вот почитать это поэм целая, это вот такой талант. И вот, если мы видим всякие ингредиенты, то это в то же время не слышали, в то же время что они застали. В этом случае мы видим, что они похожи на несчастную форму культура, Захар Петруша Захар Петруша Захар Петруша Захар Петруша Захар Петруша Захар Петруша Это как по-английски. В последнее время, кто сказал, «Руслан, мы с вами встали». Он ответил на республику, что в языке бредит и русских. И вот он сказал, и что это было. Я говорю, что мы предлагаем русски. Руслан и я этим Filmом выступил. Я думаю, что нам нужно было показать, как он был премидаем. ... ... Но всегда здорово! И я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Насколько меня проинформировали, Канта Ибрагимов и представитель ученого сообщества нашей республики Исмаил Мунаев, они должны быть чуть позже на ученом совете. Поэтому Исмаил, я хочу сказать, что я хочу сказать. И私 wäre учитель, и я хочу сказать, что мы хотим получить Voll руководство, Covid у вас. У нас же будет вовсе. У нас же модно вопрос, когда цена получается. Это скажет, что у 문제 есть, пока. Мы расскажем о том, что врага, и мы отдыхаем, и мы рады. В этом году мы не согласились на искрительность слова России. Однако у нас тут веселые нагрузки на их философские научно-мирицы савтались. Если мы боимся на эту историю, то это очень важно для того, чтобы говорить о том, как вы имеете в procrastinar, А почему Россия? Сack Русы веет 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 коробки ロгия веет веет это Это был поиск, поиск, поиск и профессиям в templates国. Но не считать тем, что другие и другие и другие, и другие уничтожения. Умар и в Канц, в Ладьяхе, скажем в Двор. Ух и сцены. Мы стараемся с нами с нами, связей с нами. Мы не можем, но не можем, что в этом доме было. Мы можем, что-то на нем было. Преодолёгetyи мы с вами думали, но я решила остановить Мы хотели помнить, чтобы это было не так. И я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Это просто Захаров. Все эти дни, которые я хочу сказать, я хочу сказать, что я хочу сказать, художник, академик, Запишите внимание в данный момент www.tau.ua и т.н. 이렇게 действует, которые имеют ввиду, что произошло то, что произошло, а здесьались какие-то свои проблемы. Но здесь все же, как было. Я сказал, что было так, что это не так. Другой вырослый, который был разомненен с оружием, он был создан в Сирте. Смерть вリягу, это было быстро. Петр Захарух, Захарух Иерж, глядь, церквей Все церкви Они знают, что Иשаллик двор, Нок, хаквил, гумдот, Грозен гоч, лыц, Бусал буэр, Кыинч нар, Бусал пыло тахваец И монш poder даймок дыглиеть И даймок дыглиет дыр у них есть полотенца и пластика, танца, итема, которые ведут в общем чаедуны неразначения, что эти пластики, и хотя они должны перебирать? Они должны оставлять за это. и добавить, что они не могут быть. Они могут быть в Бельгии, Голландии, Датчане, Шабе, и они могут быть виноват. Они могут быть виноват. Умар, из-за того, что они не могут быть виноват, они могут быть виноват, они могут быть виноват. Сейчас Умар предлагает уважить гостю и предоставить их слово. О книге, наверное, трудно будет говорить, что только получили, а так о каких-то новых своих впечатлениях по приезду. Дорогие друзья, от всей души хочу вас приветствовать и в который раз, вступая на эту землю, выразить огромные слова благодарности, сказать этой земле, на которой родились мои первые поэтические строчки. И первые мои стихи были опубликованы именно здесь, в Удармейске, в Удармейске. С тех пор прошло 30 лет. Ну, в принципе, жизнь, творческий какой-то путь, наверное, уже есть. Но я хочу сказать, что благодаря именно таким поэтам, как Умар Яричев, мы смотрим на жизнь немного другими глазами. Каждый поэт говорит, на эту землю приходит, чтобы сказать свое слово. И этот человек, Умар Яричев, я вот, наверное, без преувеличения скажу, что среди, вот уже на родном языке об этом говорили, я поняла, что среди той когорты, пишущих на русском языке национальных поэтов, Умар Яричев в России, вот в первых строках, я так думаю. Об этой новой книге я, конечно, сейчас пока ничего не могу сказать, но я уже про их стала и кое-что увидела. Но я уже читала его произведения, те ранние, которые были, то, что можно в интернете найти. И я горжусь, что я с ним знакома, что могу его назвать старшим братом по поэзии. И на него равно все. Мне бы хотелось сегодня, раз мы говорим о поэзии, то, наверное, надо читать стихи о поэтах, о предназначении поэта. И то, что я пишу от своего лица, то же самое он говорит от имени своего времени. Поэтам не пристало жаждать милости. Мы все живем в судьбе наперекор. Строкою звонкой путь недолгий вымастив, легко взлетаем к солнцу прямиком. И у заката ничего не просим мы. Пригоршню слов в лицо любви плеснув. И я паду в объятия поздней осени на мягкую пожухлую листву. Потому что это храм. Храм поэзии, храм любви, храм чистоты нашей душевной. И то, что у мамы Бьяничев стал поводом, сегодняшней причиной нашей встречи. Огромное спасибо. Я являюсь гостем в Четверской Республике. Живу здесь в течение 7 месяцев. И довольно случайно сегодня в присутствии на этом прекрасном мероприятии. И если честно, меня прям переполняет гордостью, что я сегодня здесь. И соприкоснулась, так скажем, с вашим творчеством, с вами познакомилась чуть-чуть попозже. Я на самом деле занимаюсь таким делом. Я русская, православная. Приехала в Чечню и на самом деле влюбилась в этот регион. И существует очень-очень много стереотипов об этой земле, о людях. И в социальных сетях я рассказываю о том, что я вижу. О том, что я получаю информацию от других людей. И рассказываю те традиции и обычаи вашего народа. И для меня очень приятно, что сегодня я познакомилась с вами, с вашим творчеством. Я обязательно прочитаю то, что вы пишете. Потому что то, о чем я сейчас услышала и увидела, это как раз те самые истории, о которых нужно рассказывать людям. И это прекрасно, что в этом зале находятся молодые люди, подрастающее поколение. Да, на миру. Я это к тому, что объяснению как бы вот этих наших эмоций, которые заглёстывают нас. Всё-таки перенести две войны – это, наверное, слишком много. Поэтому всё это происходит. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В Дух этой новой книги я хотел бы прочесть одно святого творения. «Нас выдёргивали из земли, чтобы мы не вросли корнями, чтоб грядущие мы не прошли золотыми надеждой днями. И когда на горелом стволе ветки жизни пускали почки, Оживали в родимой земле наши мысли и наши строчки. И опять врастали в неё – вариантов другого не было. Снова зло кольцевой земёй наше горло сжимая крепло. Тяжко плыть по судьбе волнам, за надежду цепляясь зубами. Опускались руки, но нам не давало покоя память. Проходили за кругом круг, каждый радиусом в полвека. Сердце, жар и железо рук оставляли нас человеком. Лбом касаясь суд жудни земли, поклоняясь Аллаху, знали, Мы колени свои берегли, потому что на них не вставали. Кроме Бога, ни перед кем, а потом перед матерями Этот путь, что понятен всем, мы себе выбирали сами. О бездушной химере зла молчаливо и грозно скажем Нам бесстраща судьба дала, потому что наш дух отважен. Да и ты нас, судьба, не спеши Вырывать из земли родимой. Без нее мы как без души, беззащитны и уязвимы. И еще не пугай ты нас, мы спокойны, поскольку знаем, Что когда-нибудь смертный час этой самой землей станем. Ни тюрьму, ни ждем, ни сумму, наша правда покрепче стали. И не выдержать нас никому из земли, которой мы стали. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, именно в адрес таких людей Дементьевым было сказано в одном своем стихотворении, что пусть кто-то другой гениально играет на флейте, но ведь гениально слушали мы. Вот Эли Хачукаев как раз из этих людей Я с удовольствием благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Да разве Умару Яричу помешает дождь весель. Даже если камни летели с неба, все равно жалобы будут заходы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, к сожалению, не читал книгу, не успел, Но меня тронуло название «Тропа надежды». И вот я думаю, о какой надежде, о какой тропе, говорит Умар. Используя его же выражение, и когда все уже понятно, Поэзией вершины ты покорил, и тропу к сердцам читателей проложил, И свой восьмидесятый почти год о какой надежде, о какой тропе, говорит Умар Ярич. Но я знаю точно, просто так название книги Умар не дает. В названии обязательно заложена большая скрытая мечта, смысл. И это не просто сказано «Тропа надежды». И кажется, я эту тайну разгадал. Если Умар Ярич так назвал свой новый выпуск, сборник, Значит, главное слово в поэзии он еще не сказал. И это слово мы услышали. Спасибо за просмотр!!! И это слово мы услышали. Приверпись в проекте, не тех, кто виноват. Вы поэзии у нас и иных ящик, Но это было в обмоти, Но это было очень важно, Адвови и поэзии в обмоти. И это было в обмоти. Something that есть в обмоти, И это было в обмоти, И у меня уже было все, . Даже если мы все часто слышали, Умар Ярич. Ярич на москва была, Южные люди, Умар Ярич. 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 Умар Яричев, Умар Яричев сразу сообщает, что Умар Яричев одно и то же. Умар Яричев, увидев, что Умар Яричев старается в руках народа. Мы занимаемся этим, наверное, и все эти проведения, которые ... Итак, мы собираемся занять два салaga на школе и учиться, мы в школе учимся с учебными школами и учимся, на recompensации современного языка, и школы учиться на школах. Мы не знали эти диними, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душу в клочья разрывали Детства шли, когда тропой В родовом своем селении В Кулары учился ты Тут ложил строку творения А затем писал стили И всего ты сам добился Протеже без и друзей В лиру с юных лет влюбился Смело пишешь в ям парей Но по злому року снова Над родной Чечней туман И людей убитых много И кругом сплошной обман Полтора десятка лет Продолжался сей кошмар В кровью пах с утра рассвет Ты терял родных бумар Обо всем обетом ты Хоть не стыла в жилах кровь Да, не волнуйся Чуть не унес Что надо, вы сказали Я повторяю Освязываю о том Потому что есть Даже говорят Есть приличные Когда даже один человек Есть, который не понимает Родного языка вашего Говорить мне вообще приятно Поэтому я думаю Что я действительно Бывал много И в России, и в Европе И у арабов И в Китае, и в Индии Туристов бывали Смотрел И слышал Где бы они были Особенно в России Где знают Я всегда говорил Что если бы я не любил Свой народ чеченский Не любил его обычаи Традиции И религии Ислам Какой был бы чеченец Если бы он странал Но одновременно Я люблю Все свое родное И очень уважаю Абсолютно культуру Всех других наций Хочу сказать Здесь, среди чеченцев О русском языке Я благодарен Всевышнему Первое Что он мне дал Возможность Постигнуть Мою родную культуру И язык И обычаи И традиции И религии Второе Я очень благодарен Всевышнему Что он Позволил мне Постичь Настолько русский язык На котором я могу Писать Выражать Свои чувства Чувствую Слово родного народа Все его чаяния Беды И И трагедии И все хорошее С ним было Что это я могу Выражать Благодарю И третье Я благодарен Я благодарен Именно русскому народу За русский язык Потому что Этот народ Является его Генетическим И этническим Носителем Я в лицо Было очень И больно И приятно И я Я очень Был горд Что Мои стихи Трогают И мужчин И женщин Моего народа Что они доводят До сердца Это мое счастье Повторю еще раз Говорят Пертольд Брехт Когда проводил Вечер В 30-е годы Немецкий поэт Он закончил встречу И Ведущий Янгра сказал Ну что Вопросы есть Или нет Обычно Закругляют Тишина И вдруг Сзади Из зала Раздался Тогда Вы тоже Были Наверное Помните 70 сантиметров Высотой Низенький Деревянной Сцены Тогда Не было Великих Сцены И скрипучий Голос Я хочу Сказать Оттуда Идет Выходит На средину И поднимается За 90 лет Немка Бертольд Это немка Молодая Сбегает Поднимает Ее На сцену Помогает И она Обнимает Бертольда Брехта И говорит Воскапельно Чеченцева Бертольд Как я рада Что ты у нас есть У немцев Такой поэт Мы так гордимся Что ты у нас есть И она Когда закончила Бертольд Говорит Маман У немцев Простой Маман Как у нас Дейцы говорят Теоте У русских Маман Говорит Вы закончили Да Закончили Она Прямо по пояс Горбатая Высокий Строен Они же симпатичные Были нации Немцы И он Обнял И говорит Маман Учтите Вы И вы Вы все Создали Ни один Север Поэт Даже Включая Такую мелочь Как я Он себя Как он назвал Ничего не стоит Без вас Мы ведем Чуть дальше Только потому Что стоим На ваших плечах Я вам сейчас говорю Вы Мой народ Вы представляете Я без вас Ничего не стою С вами Я сила До иврена С учетом Наших гостей Я Очень Искренне Благодарю вас Всех За то Что вы Оставили свои дела Откликнулись На наше приглашение И столько времени Побыли с нами И не просто сидели А вынимали С чувством Все это воспринималось Это было видно Хочу От себя И от вашего имени Поздравить Умара С его новой книгой Пожелать ему Дальнейших Творческих удач Здоровья Чтобы он всегда Оставался таким же Бодрым Деятельным И мы бы Наверное Еще один час Очень Даже без труда Посидели Но я даже Своими друзьями С годырмеса Не дал слова Потому что люди устали И время не безграничено Вот и на этом Мы наверное С вами завершим Нашу встречу На мероприятии Было отмечено Что наиболее Плаготворным периодом Творчества Умара Яричева Были 80-е И 90-е годы Зрелости поэта В это время Один за другим Выходят его сборники Тропою памяти Лавина времени Избранные В обойме времени Между прошлым И будущим Есть только миг Его поэтические сборники Явились продуктом Глубоких наблюдений И обогащения Жизненным опытом Его творчество Проникнуто Современность Поэт радуется Когда членский народ Активно участвует В новой жизни Развивает экономику И культуру страны Укрепляет мир И дружбу Между народами Близка поэту И историческая тема Много стихотворений О Кавказской войне И исторических личностях Имаме Шейх Мансури Имаме Шамилей Байсангури Бенуевском Зелимхане И других Сборник стихов Тропа надежды Издан к 75-летию Со дня рождения поэта Наряду с гражданской лирикой В этот сборник Автор включил И стихотворения С религиозными Воззрениями Пророк Коран Искры ислама Чаша пророка Обет И другие Имран Ильисханов Главный редактор Союза писателей Ченской республики Так характеризует Поэзию Умара Ярычева Поэзия Умара Ярычева Отличаются глубокой философской Высокой гражданской И патриотической направленностью Стихотворения Написаны Живым литературным языком Проникнуты Оригинальностью Каждая мысль автора Каждое слово Выражены И понятны Читателю Экономист По образованию Умара Ярычева По поэзия По призванию Лирик Его в поэзийских строках Ощущается Достоинство Правда Жизнь Стихотворения поэта Проникнуты Любовью к родине И людям В этой вечной теме Поэт находит свое место Нужные слова И чувства Ярычев Восторженными словами Великого поэта Александра Блока Восклицает И вечный бой Покой нам только снится Мы также поздравляем поэта С выходом очередной книги А также с днем рождения Который поэт отметит 22 июня сего года Желаем Умару Денильбековичу Здоровья Долгих лет жизни Успехов в работе Чтобы он Еще долго Радовал нас Своими Новыми Произведениями Субтитры создавал DimaTorzok